Нешуточно взяли за контроль работы водителей автобусов дорожные полицейские. По инициативе управления дорожной полицией города Караганды в очередной рейд они вышли вместе с руководителями предприятий пассажироперевозчиков. Сергей Высокосов рассказывает. У работы пассажирского транспорта в Караганде мало кто скажет доброе слово. Есть три причины, по которым прибегают к его услугам. Нет средств, чтобы вызвать такси. Вам надо прибыть на разнос к начальнику и просто необходимо набраться злой смелости. Вы фанат своего здоровья, но нет времени регулярно посещать фитнес-клуб. 30 минут езды в давке и вы как будто три часа занимались в спортивном зале. И всего за 50 тенге. Правда надо отдать должное автопаркам. В последнее время на маршрутах появились новенькие машины. Но водят их явно малообученные представители славного шоферского клана. Первый претендент на автобусной остановке 45-го квартала. Сердобольный водитель во втором ряду подобрал подживую женщину. Нарушение, за которое надо отвечать. Пассажирка, из-за которой и разгорелся сыр-бор, не поможет. Из-за нарушения правил дорожного движения, допущенного водителем, она сама могла бы пострадать. Почему вы ставите со второго ряда? Как вы ставите? Я бы подобрал людей со второго ряда. Со второго ряда подобрали людей? Да. А где должны были заезжать? Я заехал. Я заехал, потом выехал. Они поголосовали, сами инсценируйте, чтобы... А где нарушил? Посмотрите на них, бабушка же. А дайте. Режим, вы не наказываете. Производил посадку пассажиров на проезжей части. Он сейчас будет наказан. Грязный, замызганный автобус на маршруте ни у кого не вызывает негодование. Как подтвердили сами руководители предприятий, этого не должно быть. Остановка на 45-м квартале выбрана не случайно. Здесь порой бывает настоящая каша из автобусов. Сигналы тревожат улицу. Водители выстраиваются в два, а то и в три ряда. Каждый день перед выездом контролируют техническое состояние, проверяют автобусы на наличие исправности, чистоты салона. Надо будет увеличивать глубину кармана, длину кармана. Насчет шофера, да, мы вызовем его, накажем. А пока приходится прибегать к суровым мерам. У проштрафившихся водителей изымают права и передают представителям автотранспортных предприятий. Автобусы снимаются с маршрута. Возможно, драконовские меры охладят водительский пыл и заставят более серьезно отнестись к проблеме подготовки кадров. Ведь в руках водителя десятки жизней. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин